опа-опа есть надулась ты смотри какая утр правильного рыболова и неправильного туриста начинается где-то так уходим из еще скажем так на 99 процентов спящего отеля только йоги не спят которые ловят первые лучи восходящего солнца своими открытыми чакрами и рыбочки неугомонные вкратце опишу место где мы находимся вот это побережье средиземного моря в районе населенного пункта кемер так поскольку я не взял с собой какого-то не знаю специального твичингового удилища ну как я его понимаю себе для наших условий я думал что большая часть моей рыбалки будет все же там на пилькеры на какие-то компактные приманки может быть что-то из джига и плюс в море принцип кто выше бьетой краще грая никто не отменял то взял с собой две таких длинных тычки два skyline 86 мл-ку 518 и и машку 1035 взял мл-ку собрал на нее sustain 3000 нитка 08 ну короче такой скажем так типично и мы личный комплект по катушке шнуру и удилищу но воблер и при этом все равно остаются все те же ну на процентом 70 80 которые рассчитывались и подымашку так приманок я набрал говорится как дурачок фантиков потому что не знал чем не тут придется столкнуться вот тут и пелькера такие касс мастер и вот это унцовый тут вот лежат вообще даже раньше не знал что такие двух унцовые космастер 2 и 3 2 3 унцовые космастера то такие вещи есть так 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 космастер полезная штука двойного назначения пойдет забрать засорять природу турецкую не будем что мы сегодня еще не кидали в дальние дали вот такая вот drag metal cast 30 с с z что это у нас значит 30 грамм палка до 18 ну в общем приманка компактная не объемная будем надеяться что спиннингу вреда не нанесет хотя вложиться со всей силы не получается здесь уже можно вложиться здесь эти грамм 18 полетели дальше чем предыдущие 30 лети лети пелькерок через стопа на восток у вас налетает есть свой кайф такой ловли что можно вложиться по взрослого там на грани видимостью увидеть куда она приземляется по рыбе меня тут напугали разговорами нормальных трофеях которые периодически могут влететь я с перепугу набрал спиннингов аж опа опа а а вот она так стоять стоять и это у нас рыба которую местные называют баллон или баломба но вроде баллон мы сейчас аккуратненько либо гриппом за челюсть оформим так стоять он мал токша рыбку такую смотрим на воблерок смотрим на рыбку кто тут больше но рыбка больше но не намного совсем вот называется она местными баллон мы привыкли больше к названию фугу вот рыба это когда ее не знаете там напугаешь она начинает надуваться набирать воздух такой вот не за этом то что не пузырили еще что под брюхом реально в шарик такой превращается вот при этом человек кряхтит скрипит адский вот а вот в пасти у нее здесь достаточно острые зубы которыми она говорят очень жестко перекусывает различные шнуры флюры не знаю стальку кусает или нет я немного поспрашивал по теме морской рыбалки у вани самой лова сколько он ездит много по морям разным по работе так и вообще потому что любит морскую рыбалку вот его одной из основных скажем мыслей и на путь ли было что не думаю паша что это у тебя как там при ловле щуки или окуня ты находишь точки какие-то места разрабатываешь понимаешь что вот здесь на рельефе держится рыба и типа будет на море то же самое типа на море то же самое не будет ну кроме кроме там рак фишей которые живут своих камнях и придерживаются своих убежищ а вся такая рыба ну скажем так которую мне было интересно половить и всякие пелагики и прочее вот которая в слоях воды живет она вся перемещается и подвязаны эти перемещения могут быть под что угодно там под приливы отливы наличие рядом кормовой рыбы может быть по температуру воды вот как здесь вот а приманочка у нас которая сработала такой вот уже ветеран очень крепко погрызенный которого опять таки на поездку у вани из его коробки взял во временное пользование таймину с lds ну с короче это тонущий потому что тонет он как кирпич летает как ракета внутри пару шаров которая при забросе улетают в хвост а приманка улетает за горизонт как сказали местные ребята потом первые две фразы тяжело повторить что-то там а по-опа есть есть то фуа или нет не да он блин опять фуа вот она типа хорошо что что-то клюет но плохо что клюет не то что нам надо ну давай раздувайся устраивай шоу надулась ты смотри какая смотри не лопни ты же на крючках острых вся грусть и печаль что вот уже вторая рыба буквально не знаю там за пять минут опять-таки воблер здоровенный рыбу ни грамму не смущает когда ребята которые отдыхают купаются тут рядом со мной увидели что я поймал эту рыбу еще вот вчера я при них поймал сегодня от поймал то ну как бы сказали такую фразу не знаю она мне очень понравилось сейчас попрошу повторить ее как повторить окей нормал балыки нормал балыки все ну разъек так йог короче говорят что ну гуманизм здесь не проходит вот эта рыба сильно вредная жрет другую рыбу жрет малька рыбу попавшуюся в сети сами сети грызет ну короче и при том что вот такого вот размера на этом ну баба такую-то реально рыбу больше себя то есть готова на нее напасть и и там покусать убить съесть вот тут очень острые зубы ну то есть как бы если поймал палец в рот совать чтобы вынуть крючок не проходит потому что просто не знаю там откусит нафиг вот поэтому говорят здесь принцип вот по этой рыбе не поймал отпусти а поймал закопал потому что даже там вороны и чайки и не едят в отличие от рыбалки тяжелыми снастями на пляже у рыбалки микроджиговой есть ряд преимуществ и ряд недостатков преимуществом стоит отнести то что очень много целевой рыбы то есть всякое вот такой мелко рыбы разных там сортов цветов я не знаю там размера пасти и прочего много и она есть в этой зоне целый день я вот сколько не ныряла навсегда есть просто там могут там разные виды были в разных количествах но есть время то есть вот такой вот монтаже который у меня здесь дал самый лучший результат вот отводной поводок все таким вот червем марукью повары сомы причем даже одни повары сомы это мини мини сом этой самые маленькие тонкие червяки почему именно они выше я пробовал большие ну не слишком хорошо мелкая рыба мелкая пасть она нормальных не заедает только срывает с крючка тем кто будет рыбачить вот так вот по легкому рекомендую в первую очередь иметь собой маску ласты и трубку для того чтобы по-быстрому пронырять акваторию и понять что есть на дне какие там зацепы какие в рельефы какие виды рыб где они стоят и так далее этим самым сэкономите себе время на ненужные поиски на обрывы на разные которые вы бы у вас будут если вы не будете знать куда кидать собраться в принципе тут достаточно налегке вот bluebird compact вот такая вот штука в тубусе чемодан любой пакуется то есть нет отдельного места багажа не паришься я сюда поставил сустейн свой с 08 ниткой который мне на скайлайне млки обычно стоит когда я здесь рыбачу по утрам в поисках нормальной рыбы ну в принципе здесь достаточно будет какой-то катушки я не знаю там пошима на 2 500 размера с ниткой где-то 0406 не больше я думаю ну потому что она рыба мелкая к минусам что стоит отнести очень много людей единственное что рано утром есть вариант порыбачить скажем в относительной тишине и спокойствия так тьма отдыхающих только пришел со спиннингом а тут есть рыба а какая-то рыба она большая она ядовитая кусается не кусается поймал рыбу сразу же набегают дети мамочки вопросы ой смотри вовочка какую дядя рыбку поймал а давай мы ее папе покажем у нас папа тоже рыбак там ла-ла-ла дайте сфоткаться позитиве кроме от большого количества целевой рыбы который активно целый день есть еще и наличие рядом бара с напитками с коктейлями ну и всяких разных там ништяков перекусов у меня сейчас вот такая вот на основе blue curacao какая-то разновидность местного коктейля вот это для тех как раз кто любит более такой спокойный ленивый вид рыбалки они так как я вот это дальний дальний мыс ходить каждое утро то есть вставать в 434 20 вот такого вот еще одного прикольного обитателя чем можно сказать самой полосе прибоя поймал вот что то скажем так камбала образная вот не знаю полноценное ли это камбала или что-то из ее семейства но не суть важно важно что она поймалась вот сейчас я его пофоткаю и отпущу обратно его стихию товарищ соблазнился на марукив скую резину на этого power и сома реально резина читерская ловит короче много разных видов здесь рыб ловит мне сейчас искать вот этой вот мелкой рыбы узнавать даже название как-то не интересно потому что ну как бы не ни грамму не трофей но поклевки следует реально на каждом забросе то есть я думал сначала что это там утром вечером какие ну с прицелом на большую рыбу привязка но оказалось что нет даже днем выходишь заброс от в одного подальше но именно рыба перебор чего ты скидаешь седок и там что-нибудь там из рейнса из китайка кидал еще и чего-то намного меньше поклевок на некоторых видов резин вообще нету поклевок либо там отъедает клешни потому что вот такая тема как бы можно хорошо увидеть ать-ать-ать-ать-ать брысь куда ты задолбал короче смысл у нее маленький рот реально маленький вот с такими остренькими зубками то есть отгрызает резину она хорошо а засекается она реально очень плохо поэтому расход червяков конечно не маленький но зато клюется время ну то есть есть вариант выбора либо клюет хорошо но надо брать реально не знаю там на день может быть пачку две пачки приманок не меньше если интенсивно ловить ладно эту мы отпустим это вроде не вредная